Всем привет! Добро пожаловать в мое новое видео, которое посвящено итогам осени 2023 года, то есть парфюмерные итоги. Многие блогеры уже сняли подобные видео, но я все думала надо, либо мне не надо такое снимать. В общем, подумала, что надо. Почему я думала, что надо или не надо? Потому что, когда я снимаю какую-нибудь такую итоговую подборку, то обязательно, знаете, кто-нибудь в комментариях напишет, ну что, больше не о чем тебе снимать, да? Ну, в общем, получается как-то так, но вот знаете, снимать парфюмерному блогеру всегда есть о чем. И у меня сейчас едут посылочки еще, и даже вот смотрите, итоги осени, это мои приобретения с сентября месяца по конец ноября. Тут тоже можно целый год снимать об этих парфюмах, комбинируя их в любой последовательности, да, и по любой направленности звучания. Ну, в общем, вот таких комментаторов я, естественно, блокирую, потому что мне вот такие вот комментарии не нравятся, да? Зачем мне токсичных людей держать у себя на канале? У нас здесь такой узкий мир, мы все друг друга понимаем, и многие из моих зрителей и подписчиков за осень приобрели вообще гораздо больше парфюмерных композиций. В общем, если кого будет интересовать, что у меня из-за губная помада, это вот такая новиночка. Я недавно купила, да, вот такой вот Vivienne Sabo, увеличивающий блеск для губ, такой вот матовый он достаточно, но с небольшим блеском, но без шиммера. Вот такая красота, очень приятно ощущается на губах. Посмотреть, кстати, можете, например, в магнит косметики. Так, ну и на рандеву тоже. Что касается рандеву, сегодняшняя подборка будет посвящена именно тем парфюмам, которые приобретались мною на рандеву. Надо сказать, что я хотела на декабрь месяц, знаете что, приобрести несколько ароматов от нашумевшей марки GENIUM. Вот, ну, в общем, не успела я. Я не ожидала, что цена на них вернется в прежнее русло. Дело в том, что пока была черная пятница на рандеву, ароматы GENIUM стоили по 11 тысяч рублей, что вполне приемлемо. И можно взять несколько флакончиков и для себя, и чтобы вам рассказать. Но вот сегодня зашла, вот, знаете, посмотрела, и, божечки мой, скидки на них нет. Скидка только та, которая 12-процентная, ну, собственно-то, зависящая от количества моих покупок, да, все равно получается дороговато. Ну, значит, подождем. Это означает ли что? Что в интернет-магазине рандеву, если вы гуляете по его просторам, нужно все-таки мониторить цены и смотреть, когда выгоднее что-то приобретать. Все парфюмы, которые здесь у меня приобретены на рандеву, все с максимальной скидкой, все с применением промокода 10Тверская, либо 10ТВДзен, моего фирменного, который дает скидку 10%, суммируется со всеми бонусами, собственно-то, на сайте магазина парфюмерии и косметики рандеву. Я его применяю, и вы с удовольствием также применяйте. Ну что, видите, тут кто-то скажет, что это очень много парфюмерных композиций, а кто-то скажет, что это мало. Ну, в общем, у всех понятия о количестве парфюмов приобретенных разные. Я считаю, что это вполне себе нормально, не много и не мало. Что касается бюджета, который мне приходил и который я сама заказывала, бюджетные парфюмерные композиции у меня уже давным-давно расхватали друзья, родственники, знакомые, потому что, как я только говорю, что приезжает мне бюжеточка, все сразу в очередь записываются. Так что не думайте, что бюджетные парфюмы никому не нужны. Это просто мы с вами прожженные парфюмоманьяки, и уже для нас это немножечко прошлый этап. Мы можем только про это интересно рассказать и сравнить, рассказать про технические характеристики. Но больше нас, конечно, интересует люкс или ниша. Если я не права, пожалуйста, мне напишите. У меня, наверное, скоро уже рука устанет. Так что вот так, что на РНГУ опять акция, опять новогодняя распродажа со скидками до минус 50%. Ну и, в общем-то, хочу вам сказать, что там еще кое-что за минус 40 скидочкой осталось. Причем промокод можно применять, и я вот уже кое-что положила в корзинку. Надеюсь, что в скором времени закажу, пока распродажа не устраивала парфюмерную. Не знаю, нужно ли это сделать перед Новым годом, либо нет. В общем, наболтала на 4 минуты. Я думаю, что вы уже поняли, заварили чаек-кофеек, что видео будет не на 5 минут. Ну, а мы с вами давайте начнем. Я не помню хронологию, какой из парфюмов пришел ко мне первый, начиная с сентября, и какой крайний, да, собственно-то. Крайний я помню, что это Монталь Солей де Капри. Ну, в общем, раз упомянула про Монталь, давайте начнем с Монтали. Итак, за осенью у меня пришло целых три Монталевских новиночки, которые одна краше другой. Здесь мы с вами видим инфинити, это вишневый, пряный аромат, содержащий нотку ветивера, что делает парфюмерную композицию абсолютным унисексом. Также путешествие в Париж. Классная парфюмерная композиция, фруктово-цветочная, позитивная, женственная, летящая, воздушная, стойкая и шлейфовая. Напоминает мне в раскрытии звучание Мон Париж и в Сен-Лоран. И вот такой вот кофейный, пряный, розный, невероятно такой вот сексуальный манкий и соблазнительный аромат путешествия в Милан. Обратите внимание, какой у него красивый флакончик. Всеми приобретениями осталась очень довольна. Еще одно произведение близкой марки к Монталь, то есть Монсера. Вот такой вот аромат, который я приобрела под названием Лавли Гарден. Тоже цветочный, пудровый, с фруктовой, кислинкой какой-то. Тоже мне очень понравился. Я его обожаю и пользуюсь с огромным удовольствием. Такому приобретению рада. Что Монталь, что Монсера на рандеву. В общем, стоит довольно-таки дешево. Мне кажется, дешевле с промокодом, чем где бы то ни было. Так что вот такая красота. Тут еще герметика. Аромат шикарнейший. Тоже приобрела на рандеву. Это Эпир. Так будет? Тут видно, да. Это парфюм тоже такой фруктовый, позитивный, сладко такой вот гурманский. Прям такая вот яблочная, грушевая парфюмерная композиция. Причем, который, моя хорошая, и звучит очень и очень дорого, красиво и женственно. Так что тоже рада такой покупке. Причем этот Эпир мне пришлось еще довольно-таки долго вылавливать. К остеопея вот недавно мне пришла. Сан-Теренце. Это мой повтор. К остеопею я также, вот знаете, выловила по очень хорошей цене. Вот буквально она может колебаться в стоимости от 20 с лишним тысяч, а иногда 17 тысяч. Да еще промокод. Ну, в общем, полгода я ловила к остеопею. Наконец-то я ее выловила и приобрела опять в свою коллекцию. Потому что остеопея у меня закончилась, но благодаря тому, что вы просите ей постоянно со мной делиться. Кстати, кирки также. Но кирки у меня еще есть. Также по невероятно выгодной цене я приобрела целую сотку вот такой тестерной версии. Dolce & Gabbana The Only One Two. Вот так вот выглядит. Видите, тестер. Коробочка упрощенная, а флакончик пришел с крышкой. Все как полагается. Вот. Аромат тоже. Ну, вы знаете, все мои вкусы. Парфюмерная композиция. Фруктово-ягодная, цветочная, да еще с кофейным акцентом. Просто невероятно красивый парфюм. И как раз на зиму он подходит. Он такой, знаете, такой довольно-таки сладкий, укутывающий, согревающий, напоминающий о лице. Шикарный, да? Так, перейдем дальше. Дальше вот такое приобретение. Прямо у меня в избранном стояло. Принцесса Фреш от Киллиан. Ну, знаете что? Я сейчас про этот аромат выводы не могу делать. Разве что скажу, что он практически абсолютно не похож на флагман. То есть классическую принцессу. Это очень легкий, свежий парфюм с легкой-легкой сладинкой. И окончательные выводы про этот аромат я сделаю летом, когда попробую его носить, собственно-то, в тепло. Для меня это именно летняя парфюмерная композиция. Сейчас она раскрывается не так, как бы я хотела. Ну, в общем, не звенит она на морозе, и не согревает, и как-то не искрится. Значит, я сделала вывод, что время этого аромата будет, собственно, там лето. Лето мы будем пробовать. Далее, недавно у меня появился вот такой аромат, новиночка, от бренда Патрис Мартин, «Дьявольская страсть». Парфюмерная композиция называется. Очень красивый флакончик. Ну, вы все понимаете, что вот этот вот аромат, да, действительно, это клон дьявольской интриги. Такой вот, ну, так, давай, камера, фокусируйся. Она не знает, где фокусироваться. Либо в зеркаленном юмличике, замечательном, симпатичном и милом. Хейтеры, ту-ту, где вы? Всех сблокирую, кто будет говорить и писать мне гадости. Ну, в общем, да, шикарный женственный сексуальный аромат. У меня манкий, стойкий и шлейфовый, такой асмантусовый, персиковый, с легкой такой солоноватой ноткой, необычный. Просто супер, супер-мега, тоже рада приобретению. Далее вот прямо на нас с вами смотрят новиночки от бренда «Арабиан Винт» все 2023 года, замечательно. И вот видите, у меня уже одного парфюма тут не хватает. Не хватает у меня тут, собственно, парфюма из мужской линейки. Кто внимательно смотрел мой обзор на эти ароматы, можете догадаться, какого. Не хватает тут аромата «Арти Табака» из черной линейки. Потому что буквально вчера приезжал мой сын и сказал, мам, нет ли у тебя чего-нибудь такого согревающего, теплого, новенького, да, новиночки какой-нибудь. Я сказала, ну-ка, вот иди-ка понюхай, попробуй вот эти вот ароматы от «Арабиан Винт». Ну, естественно, черную линейку, которую я причисляю больше кунисексовой, если не к мужской. Потому что беленькие наклеечки здесь, ну, это абсолютно женственное звучание. Ну, и что вы можете подумать, сын понюхал, сейчас я скажу вам, да, кстати, интересно, его мнение про каждую из этих парфюмерных композиций. Женский он не нюхал. Значит, дамасская кожа, сын сказал про дамасскую кожу, что этот аромат, который вот у него подобный есть. Он говорит, мам, ты мне какой-то такой вот подобный дарила, да. Про амурский тигр он сказал, что это летняя свежая парфюмерная композиция. Поэтому «Арти табака» ему очень понравилась. Он там даже услышал вишню, хотя там вишни не заявлено. Он, знаете, сказал, мам, там вишенка. Я говорю, слушай, ну, если ты услышал вишенку, вполне возможно, там она и есть. Там и вишня, и корица в «Арти табака», которого вот сейчас у меня нет. Но я так думаю, что он все-таки больше мужской унисекс, склоняющийся в мужскую сторону. И вишни, и корица, и табак, и пряности, и специи, чего там только нет. Ну, и, конечно же, ваниль. И поэтому вот один парфюм уехал к моему сыну. Сын его забрал с огромным удовольствием, ему понравилось. Также и оформление коробок. Он сказал, ух ты, вот эту вот, да, даже такую коробку ты не выбросишь. Но я говорю, да, действительно, такую коробку и не выбросишь. Так, а далее вот те парфюмы, которые остаются жить в моей коллекции. Вот, можете посмотреть. Многие блогеры уже о них рассказывали. Фруктовый, яркий, сладкий, брыжучий соком джемус. Черепица, вишневая косточка. Вот это самая классная такая вот вишневая парфюмерная композиция, которая у меня просто замечательно, вы знаете, наслоилась с манталем, да? С улей де капри получилось что-то необыкновенное. И, конечно же, дьявольский остров, который тоже чем-то похож на дьявольскую интригу, собственно-то, HFC. Но вообще все эти ароматы, вот, что дьявольская страя, что дьявольский остров, они все индивидуальны по-своему, надо сказать, да? И полностью друг друга не клонируют. Я считаю, что если можно купить что-то подешевле, а вот так вот Arabian Vint ароматы стоят меньше 10 тысяч, с промокодом гораздо меньше будет стоить, то, а почему бы и нет, если парфюмы шикарные и еще отличаются иногда даже в лучшую сторону от оригинала. То есть они, собственно, тогда деланы, да? Получается так. Вот еще у меня пришло вот такое произведение искусственного Франко Букле Орхи. Это такой цветочный, пряный, глубокий, обволакивающий парфюм, как раз который подходит на зиму. Тоже люблю им пользоваться. Пользуюсь редко, потому что для меня это тоже по определению такая унисексовая парфюмерная композиция. Мне кажется, что все-таки больше, особенно на зиму, она подходит мужчинам. В базе есть что-то такое мужское, но я все равно иногда редко им пользуюсь, потому что рука у меня тянется к тому, что... Ну, в общем, к тому, что пришло у меня, к тому, что я только что купила. Но все-таки больше всего я пользовалась черепица, вот этой вишневой косточкой много-много раз. Также еще, да, наконец-то я флаконила как раз осенью этого года Труссар Дидона в максимальном объеме. У нее вот такая вот красивая, как бы сказать, хрустация, да? Простите меня, пожалуйста, хотел сказать. Вот такое вот красивое оформление, такой красивый флакончик. В маленьких объемах вот такой золотой окантовочки нету. Я давно хотела, и самая выгодная цена для меня на этот аромат, конечно же, была на рандеву. И как я, ну вот, созрела, как я поймала самую выгодную цену на этот аромат, так и приобрела его в самом большом объеме, то есть 100 миллилитров. Это фруктово-цветочный аромат, тоже такой кремово-сливочной направленностью звучит. И такой даже отчасти гурманский, потому что когда он у меня был в 30-ке лет 5, а то и больше назад, он у меня аппетит вызывал. Сейчас почему-то аппетит он у меня неконтролируемый не вызывает. Возможно, просто его нужно носить зимой. Да, вот такой сливочно-молочный, цветочный, даже немножечко акватический парфюм. Ну, просто такая вот классика люксового жанра. Так, ну что, и появилось у меня несколько шанелей. Тоже из рандеву покупала в федеральных сетях. А шанель у нас уже, конечно же, выведена, потому что вообще покинул, как говорят, нашу страну. Ну, не знаем, когда вернется. Рандеву пока еще есть. Рандеву умеют работать, да, с доставками. Я так понимаю, за границей они молодцы. Благодаря им мы можем радовать себя также шикарными ароматами шанель. Кстати, на рандеву огромный выбор ароматов шанели. Я думаю, не заказать ли мне еще классическую Габриэль. Потому что классической Габриэль у меня осталось, ну, как бы миликов 10. Ей я больше не делюсь, кстати. А вот эссенс у меня уже давно закончился. Эссенс, кстати, эссенс это самое. Она вообще не похожа на классическую Габриэль, вот, потому что здесь такое фруктовое звучание. Тут еще и кокос добавлено, в общем, вот так вот, да, получается. Такое вот более летнее, сладкое, гурманское и современное звучание парфюмерной композиции. Тогда как классическая Габриэль, это, конечно же, все-таки такая классика жанра ароматов, да. Ну и вот Алюр, Сенсуэль, парфюмерная вода. Вот такой вот классный парфюм. Тоже я повторила, был он у меня больше 10 лет назад. Вот, я им пользовалась на работу в государственные учреждения. С огромным удовольствием получала комплименты. Этот аромат такой со стержнем, он действительно, знаете, обладает некоторым брутальным звучанием, благодаря почуле, да, скорее всего, который находится в составе парфюмерной композиции. Но так он очень благородный, очень статусный, такой для офиса подходит, для образа начальницы, да. Вот так вот. Ну, в общем, очень красивый и элегантный. Мужчинам он, кстати, очень и очень нравится. Так что вот так, мои хорошие. Я думала, видео-то будет очень долгое, а на самом деле, вот видите, получилось-то чуть больше, чем на 15 минут. Ну, вот такие у меня приобретения. Можете оценить в комментариях. Я думаю, что все абсолютно классное, да. Ну, тут прям буквально к этой подборочке не придраться. Ну, и самое главное, что практически все в моем вкусе. Ну, все, мои хорошие, на этом я завершаю это видео. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. Всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся.